МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА О самых заметных событиях в стране и в мире расскажем в ближайшие часы. Смотрите новости. В студии работает Вера Захарщук. Здравствуйте. С момента взрыва в Арысе прошло 23 часа. Сейчас в Туркестанской области работают 15 эвакуационных пунктов. В них находится более 2000 человек. Они обеспечены одеждой и питанием. О ситуации в регионе готов рассказать наш собственный корреспондент в Туркестанской области Рауль Габитов. Рауль, здравствуйте. Какой-то актуальной информацией уже владеете к этой минуте. Здравствуйте, Вера. Оперативный штаб расположился в поселке Акжол Уордобасинского района в 10 километрах от места взрыва. В его состав вошли сотрудники Акимата, Департамента по чрезвычайным ситуациям, полицейские и военнослужащие. Всю ночь они не спали и дежурили на случай возникновения угрозы. В близлежащих к Арысе в Ордобасинском и Отрарском районах работают два госпиталя. По последним данным, в результате взрыва пострадали 52 человека. 34 из них госпитализированы. Один скончался, еще трое получили тяжелые ранения. По словам специалистов, угрозы со стороны плотины Буген нет. Она находится под постоянным контролем. При областном Акимате создан корпоративный фонд социального развития Туркестан. Оказать материальную помощь пострадавшим может каждый желающий. Пока это вся информация к этому часу. Вера, вам слово. Рауль, а ночью взрывы продолжались или все было спокойно относительно? Да, Вера, взрывов ночью слышно не было. Ночь прошла спокойно. Хорошо, спасибо большое. Рауль, держите нас в курсе. Рауль Габитов о ситуации в Арысе. Напомню, накануне вечером в Арысь прибыл к СМЖ Мартухаев, чтобы ознакомиться с проделанной работой по ликвидации ЧП и принятию конкретных мер по обеспечению безопасности жителей. Известно, что главу государства сопровождал вице-премьер Женис Касымбек, руководители ответственных госорганов, а также Аким регионом. Сообщается, что президент ознакомился с ходом эвакуационных работ в зоне чрезвычайного происшествия, а также условиями размещения людей. Глава государства поручила обеспечить жителей всем необходимым, в том числе горячим питанием и медицинским обслуживанием. Кроме того, СМЖ Мартухаев указал держать на постоянном контроле вопросы обеспечения безопасности граждан и сохранности их имущества. Особое внимание, по словам главы государства, следует уделять детям. МВД должно оказать помощь. Президент дал ряд конкретных поручений по ликвидации очага возгорания и последствий взрывов боеприпасов. Помимо этого, глава государства осмотрел жилые дома и административные объекты, наиболее пострадавшие. Президенту Казахстана было доложено о ходе эвакуационных работ, ликвидации очагов взрывов и возгорания. Глава государства выразил благодарность работникам органов внутренних дел, Министерства обороны, а также местным исполнительным органам. СМЖ Мартухаев подчеркнул, что в течение дня был выполнен большой объем работы и поручил продолжать, не снижая их темпов. Все области будут помогать. Главное, правительство вам поможет по моему поручению. Что касается детей, то две области, Акмолинская и Павлоданская, уже предлагают взять детей на летний сезон, чтобы они смогли отдохнуть и после этого пережитого кошмара. Чуть-чуть потерпите, все будет нормально. Я беру все эти вопросы под свой личный вопрос. Спасибо вам большое. Спасибо. Уже глубокой ночью Хасим Жумартухаев выехал в Шимкент, чтобы узнать о состоянии здоровья пострадавших от взрывов в Арысе. Он посетил областную клиническую больницу. Там ему рассказали о состоянии раненых. Убедившись, что всем пострадавшим оказывается своевременная помощь, Хасим Жумартухаев поручил принять дополнительные меры по организации медицинской помощи в зоне ЧП. В беседе с пострадавшими глава государства пожелал им скорейшего выздоровления и возвращения к семье. Напомню, накануне Арыс покинули больше 30 тысяч жителей. Военные сотрудники полиции продолжают обходить дворы и эвакуируют оставшихся. Напомню, инцинент произошел вчера в районе 10 часов утра. По информации ДЧС города Шимкента, ЧП зафиксировано на территории воинской части. На месте взрыва работают спасательные отряды и специалисты Центра медицины катастроф. Организован был оперативный штаб. Сотрудники Министерства обороны Республики Казахстан перечислят однодневный заработок в специальный корпоративный фонд социального развития Туркестан для помощи пострадавшим жителям города Арысь. Об этом нашему телеканалу сообщил официальный представитель профильного ведомства Серик Бурамбаев. Сейчас он находится на прямой связи по телефону с нами. Серик, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, сколько человек и какая техника были задействованы вчера при ликвидации последствий взрыва боеприпасов в городе Арысь? Со вчерашнего дня были задействованы порядка около 1800 человек личного состава. Привлечено более 50 единиц техники, в том числе на сегодняшний день 7 летательных аппаратов, в том числе для проведения воздушной разведки привлечены беспилотные летательные аппараты. На месте происшествия с вчерашнего дня находится министр оброны, генерал-майор Ермит Паев, который сам лично посетил расположение воинской части, встретился с военнослужащими, проверил места их несения службы. И хотел бы отметить, что военнослужащие предприняли все меры к локализации тушения и возгорания, выполнили все первичные мероприятия. Только после подрыва реактивных снарядов военнослужащие, члены семьи начали эвакуацию. И при этом необходимо также отметить, что не только свои семьи, но и гражданских лиц, которые по дороге попадали, они с собой эвакуировались с места происшествия. На сегодняшний момент вот такая информация. Серик, а как сейчас специалисты оценивают ситуацию вообще в городе, в регионе в целом? Какие прогнозы? Когда можно будет вернуться семьям? Ну, вчера при проведении брифинга министр обороны, в принципе, об этом сказал, что как будет такая возможность, семьям будет всем предложено вернуться к домам, соответственно, и вернуться к нормальной мирной жизни. Ну, пока какие-то прогнозы не даете, да? Пока нет, да. Ну, я думаю, еще сегодня-завтра там уже разрешение примут на месте, и будет известно. Хорошо, мы вас поняли. Спасибо большое за информацию. Никто после трагедии в Варыси не смог оставаться в стороне, конечно. По всей республике общественные объединения и рядовые граждане присоединяются к благотворительным акциям. Специально еще для сбора средств пострадавшим в Варыси открыл корпоративный фонд социального развития Туркестан. Он работает при областном Экимате. Сейчас на своих экранах вы видите его реквизиты. Так что тоже можете присоединиться к акции и оказать любую помощь. В спасательных работах в Варыси задействовано 150 автобусов. Полностью мобилизован городской отдел полиции. Это больше 300 сотрудников. Для выполнения оперативных задач в городе сейчас находится 800 военнослужащих. Все подробности спасательной операции в материале Сабины Балашкиной. Взрывы в Варыси могут продолжаться еще несколько дней. Об этом сообщают местные власти. Почти все население 45-тысячного города находится за его пределами. Местным жителям рекомендуют еще несколько дней провести в пунктах эвакуации. Когда ситуация нормализуется, пока неизвестно. Население здесь на подступах к городу Варыси принимается в специально созданных пунктах приема. Для этого широко будут задействованы школы. Как раз время каникул. Сейчас в школах есть такая возможность. Мобилизованы все акиматы районной области. Каждый акимат в какой-нибудь определенной школе базируется. Там же принимают людей, составляют списки. И по тем направлениям, кого-то по родственникам, кого-то в больнице, кого-то в другие места сопровождают и доставляют с помощью специально мобилизованного транспорта. Сейчас все дома и кварталы в Варыси находятся под охраной полиции и военнослужащих вооруженных сил. Поэтому министр обороны призвал граждан не волноваться за сохранность имущества. К работе также подключились саперы, поскольку на улицах города все еще могут быть неразорвавшиеся боеприпасы. Хотел бы официально заявить, что на данном арсенале не хранились наиболее мощные и опасные авиационные боеприпасы и бомбы. Все боеприпасы размещались с учетом возможного направления взрыва в случае их детонации. Поэтому основная ударная волна была направлена в степь. Часть ударной волны пришлась на населенный пункт и от ударной волны были повреждены некоторые кровли жилых домов и выбитые окна. Хотел бы особо предупредить и обратиться к жителям города Арыс в целях вашей безопасности. Просим вас в ближайшее время до особого разрешения оперативного штаба не возвращаться в места проживания. Сил и средств достаточно на сегодня констатировал председатель комитета по чрезвычайным ситуациям Владимир Бекер. Сразу же после происшествия в Арысь были стянуты пожарно-спасательные подразделения из Туркестанской области и города Шимкента. Силы и средства комитета по ЧС приведены в повышенную боевую готовность. Сообщается, что в городе работает 51 единица спецтехники и свыше 300 спасателей. Ситуация находится под контролем. В окрестностях и на территории города имеются снаряды, в том числе и неразорвавшиеся. Мы наблюдали, что высоковольтные линии электропередач повреждены, оборваны провода, завалены опоры. Также хочу обратиться к жителям города, воздержаться от посещения своих жилых домов, чтобы это не привело к более трагическим последствиям. Более того, пожар до сих пор продолжается. На складах происходят отдельные взрывы и детонации боеприпасов. Власти просят жителей Арыси в ближайшие дни не возвращаться в свои дома до разрешения оперативного штаба. Как только саперы полностью очистят весь город и прекратятся разрывы боеприпасов, всем жителям будет разрешено вернуться в свои жилища. Сабина Балашкина, Хабар, 24. Напомню, в связи с чрезвычайной ситуацией в Арысе возбуждено уголовное дело по ст. 462 ч. 1. Нарушение правил обращения с оружием, а также веществами и предметами, представляющими опасность для окружающих. Расследование начато шимкенским отделом Южного регионального военно-следственного управления МВД. Тем временем в обеспечении правопорядка и имущества эвакуированного населения Арысе задействованы почти 500 человек личного состава МВД. В ведомстве также отмечают, что в социальных сетях пользователи размещают информацию о пропавших детях из города Арысь. Она изучается органами внутренних дел. Принимаются все меры по установлению местонахождения эвакуированных. В МВД просят не поддаваться панике, доверять только проверенной информации из официальных источников. К другим темам. Проезд на платных дорогах республиканского значения обойдется автолюбителям в два раза дороже при оплате кэшем. А вот цены для грузовых транспортных средств останутся без изменений. Такую информацию предоставили в КАЗ «Автожоу». Также по данным нацкомпании с 19 июня на всех платных трассах введен дифференцированный тариф. Так, самый дорогой проезд составляет 600 тенге, самый дешевый – 200. К слову, до 2025 года в Казахстане планируют запустить порядка 10 платных автодорог по таким направлениям, как Нур-Султан-Кустанай, Копчега и Талдыкурган, Актау-Бинеу и другие. На сегодняшний день в республике 4 участка дороги являются платными. До 2020 года их количество планируют увеличить до 16. Как отечественные водители восприняли нововведение, об этом в следующем материале. Платная автодорога Нур-Султан-Щучин стала в 2013 году. За это время стоимость проезда ни разу не изменялась. Но теперь водители лихового автотранспорта, оплачивающих наличными средствами, ждет новая цена – 400 тенге. Дорога нужна 400 тенге. Это же вообще, наверное, будет золотая дорога. Действительно подорожала. Конечно, хотелось бы качество дороги, чтобы улучшилось. Зимой тут был абсолютный гололед. Как бы деньги брали, но дороги не чистили. Вот это вот плохо было, конечно. Подорожала цена только за наличный расчет. Для автовладельцев, оплативших проезд заранее, через платежные терминалы или банковские приложения, стоимость осталась прежней – 200 тенге. Но большинство водителей об этом не знают и платят по старинке. Новый дифференцированный тариф, как снег на голову. Стимулировать автовладельцев к переходу на предварительную оплату можно было бы и другим методом, говорят водители. Я считаю, что можно было сделать по предоплате, уменьшить цену, а наличкой оставить тот же самый тариф – 200 тенге. Я удивлен подорожанием. Мне кажется, это дорого. 400 тенге. Так резко подняли. По словам представителей компании «Казавтожол», национального оператора по управлению автодорогами, нововведения назрели давно. Проезд по предварительной оплате позволит исключить скопление машин у терминалов и повысить пропускную способность на пунктах оплаты. Предусмотрительным водителям теперь не придется стоять в очереди. Да и платить будут в два раза меньше. У нас есть 20 способов оплаты, разные, которыми можно оплатить предварительно. Через наш сайт можно оплатить, через приложение можно оплатить. Разные вот эти кошельки, которые в магазинах стоят, там везде есть «Казавтожол» и можно там оплатить. Это очень просто. Набираете госномер машины и закидываете деньги как на счет телефона. Единицы, которые на телефоне находятся, их можно скинуть на номер машины. Дифференцированный тариф не распространяется на грузовой автотранспорт и жители прилегающих районов. Для них стоимость проезда остается прежней, отмечают дорожники. Напомню, всего в Казахстане 4 платных автодорог. В следующем году будет запущен еще один участок Нурсултан-Павладар. Азамат Казжанов, Анатолий Поляна, Евгений Шинкаренко, Акмолинская область, Хабар-24. Тема роста тарифов на участках платных автодорог. Продолжим обсуждать с сотрудником филиала дирекции платных автомобильных дорог нацкомпании «Казавтожол» Аляскаром Мусиным. Здравствуйте, Аляскар Создыкович. Спасибо, что нашли время ответить на наш вопрос сегодня. В каких ситуациях водитель должен платить по двойному тарифу? И в каких ситуациях и к каким дорогам эти цены вообще применяются? На сегодняшний день открыто, как вы знаете, 4 участка дороги. С 26 января распустили еще 3. Дело в том, что тариф на самом деле не изменился. Он остался в соответствии с приказами. Платить будет в 2 раза больше в том случае, если производят оплату наличными. Это связано с тем, что процедура оплаты все равно задерживается. Нужно достать деньги, положить в лоток, получить сдачу и так далее. Для того, чтобы эта мотивация пользователей была, чтобы они переходили на предварительную оплату, введен дифференцированный тариф. Он будет для тех, кто платит наличными в 2 раза больше. То есть по этой причине повышение тарифа вообще? Да, это не является повышением тарифа. Тариф остался тот же, просто для тех, кто платит наличными, оплату увеличивается. Для стимулирования онлайн-платежей, так скажем. Хорошо. Какова вообще у нас общая протяженность платных автодорог в Казахстане? И сколько вообще автомобилей в год пропускает автобан? Есть статистика какая-то? В целом у нас 4 платных участка. Общая протяженность всех дорог 682 километра. Каждая отдельная. Нурсултан-Щучинск 211 километров. Алматы-Харгос 295 километров. Алматы-Копчагай 42 километра. И Астана-Тимиртау. Нурсултан-Тимиртау 134 километра. Общее количество на сегодняшний день сказать пока тяжело, потому что мы только начали по 3 участкам. Но в прошлом году, за 2015 год, проехало около 3 миллионов машин. Алиска Сыздыкович, мне интересно, а вообще цена сама, из чего складывается этот тариф? Что закладывают в эту сумму? Почему именно такая сумма? Есть определенная методика расчета. Она утверждена. В нее входят в основном затраты, связанные с содержанием самой дороги. Это в соответствии с нормативами финансирования автомобильных дорог. Кроме того, конечно, содержание самой системы. Но должен сразу отметить, что эта методика не применялась при расчете тарифа для легковых машин. Для легковых машин основной расчет, это все-таки, точнее, основной упор был взят на дорогу, ее особенности. Вот, например, Копчегай, там участок дороги маленький, но там очень большой поток, в связи с тем, что выезжают люди на отдых. Здесь в это все принимается во внимание. Тариф устанавливается уполномоченным органам с соответствующими приказами. Мне интересно, а куда будут направляться доходы? Есть какая-то статистика, какая прибыль от этих тарифов? И во сколько обходится ремонт дорог? И какие деньги будут конкретно направлены на поддержание? Ну, для примера, наверное, скажу, что общее плановое задание на все четыре дороги на этот год составило 5 миллиардов 443 миллиона. Для того, чтобы понимать, куда эти деньги ушли, скажу на примере участка Нурсултан-Щучинск. Плановое задание было миллиард 450 миллионов. Мы собрали миллиард 539 миллионов. Из них около 400 миллионов ушло на содержание системы взимания платы. Это оборудование, камеры и так далее. Остальные деньги ушли на содержание самой дороги. Это уборка территории, возмещение тех ущербов и ремонтов, которые были в связи с ДТП и другими работами. А также на уборку снега и очень большие затраты на поддержание состояния, рабочем состоянии. Но здесь надо сразу оговориться, что в соответствии с нормативом, если бы нам по нормативу сколько рассчитано выделялось денег, то нам должны были выделить 2 миллиарда тенге только на содержание дороги. Но мы собрали вот то, что я говорил, уже полтора миллиарда. За эти деньги мы содержали весь участок. И насколько мы оцениваем, со слов пользователей, достаточно хорошее содержание. Дорога наша закрывается гораздо реже, чем другие. Интересно, если говорить о каких-то перспективах, обращаясь к международному опыту. Я знаю, что автобаны тоже платные и достаточно намного дороже, чем у нас. Но тем не менее есть альтернатива. Есть дороги рядом похожие. Хотите, объезжайте, пожалуйста, бесплатно. Хотите ездить по ровным дорогам, платите. У нас нет таких перспектив? К сожалению, территории Казахстана такие большие, что строить рядом или использовать какую-то... Если есть альтернативная, например, как Алматы-Харгос, там, конечно, есть альтернативная дорога. И на Копчегайском участке есть. На других территориях, где протяженности очень большие, построить рядом альтернативную дорогу, это очень тяжело. Слишком большие затраты. Поэтому у нас законодательством не предусмотрено обязательное наличие альтернативной дороги. Что ж, хорошо, спасибо большое вам за беседу. На прямой связи с нами был сотрудник филиала дирекции платных автомобильных дорог, нацкомпании «Казавтожол» Аляскар Мусин. Благодарю. В Кыргызстане появятся платные дороги. Вести оплату за пользование автотрассами предлагает Министерство транспорта. Полученные деньги планируют тратить на поддержание автомагистрали в надлежащем состоянии и строительство новых дорог. Вести оплату за использование автомагистрали предложило Министерство транспорта. Это ведомство строит дороги, следит за их исправностью и производит ремонт. В прошлые годы все траты ложились на бюджет государства. Теперь в Минтрансе считают, что часть расходов могли бы взять на себя водители. Дорога общего пользования, которая будет переведена на платную основу, там мы тариф привязываем к средней заработной плате. То есть она будет социально ориентирована. По сборам грузового транспорта и автобусов тоже мы привязали к заработной плате, но там будет поменьше тариф для грузового транспорта около 6 сумм за километр. В число платных автодорог в Минтрансе в первую очередь предлагают внести международные автотрассы. Они несут на себе самую большую нагрузку. Но если компании, выполняющие коммерческие рейсы, могут включить оплату за использование дорог в общие расходы, то обычным водителям придется платить из своего кармана. Если берется оплата за эти проездные платные дороги, то они должны быть, естественно, хорошего качества, обслуживаться вовремя, в любое время года. И освещение должно быть ночное, постоянное. Но в качестве альтернативности, они должны быть бесплатные, дороги должны оставаться. Впрочем, к недовольству автовладельцев в Минтрансе готовы. Во-первых, переход к платным дорогам будет постепенный. Сначала коммерческий транспорт, потом частный. А во-вторых, стоимость проезда по автомагистралям будет доступной для большинства водителей. Впрочем, платные дороги появятся в Кыргызстане не сегодня и не завтра. Планируется, что система оплаты проезда по автотрассам будет внедрена ближе к 2025 году. И тогда, по расчетам экономистов, транспортики ежегодно смогут получать до 30% финансовых средств, которые ежегодно затрачиваются на ремонт автомагистралей. К другим темам. В этом году увеличить штат сотрудников планирует каждая третья компания Казахстана. К такому мнению пришли казахстанские эксперты. На основе чего были сделаны выводы, готовы рассказать наш экономический обозреватель Ирина Панфилова. Ирина, доброе утро. Ждем подробностей. Вера, спасибо. Всех приветствую. Каждое пятое предприятие страны намерено сократить число работников. Это итоги анализа, который проводила компания «Делойт». Через пару секунд расскажу детали. В основном в вопросе аналитиков участвовали работники производственного и потребительского секторов, добывающей промышленности, представители финансовой и страховой деятельности, а также специалисты из сферы высоких стеснологий, телекоммуникаций, развлечений и средств массовой информации. В результате выяснилось, что большинство казахстанских компаний, 63%, оптимистично оценивают перспективы развития своих организаций. 69% респондентов оказались уверены в доходе. К слову, увеличение выручки люди ожидают в среднем на 14%. Для примера, в прошлом году средняя номинальная заработная плата в стране превышала 170 тысяч тенге. Кроме того, больше половины опрошенных ожидают в 2019-м сохранение капитальных затрат на уровне прошлого года. Но есть и те, кто планирует их увеличить. Это 37% респондентов. К другим темам. На сегодняшний день с иностранными компаниями сотрудничают 86% казахстанских предприятий. Большинство 60% в текущем году планируют расширить географию бизнес-отношений за рубежом. Основной партнер отечественных предпринимателей – страны СНГ. Совместные проекты с ними имеют 80% казахстанских компаний. На втором месте находятся организации Европы и замыкают тройку лидеров – партнеры Казахстана из Азии. А вот меньше всего наши бизнесмены пока сотрудничают с представителями Южной Америки. На сегодняшний день партнерские отношения наладили всего 3% предприятий. В целом за 2018 год товарооборот Казахстана составил 93,5 миллиарда тенге. Это на 20% больше, чем было два года назад. Казахстан наращивает объемы экспорта. В ближайшее время страна планирует наладить поставки бензина в Таджикистан, Узбекистан и Афганистан. Кроме того, продолжаются переговоры по продаже топлива в Беларусь и Кыргызстан. Всего, по информации Министерства энергетики, объемы экспорта ожидаются в пределах 60-70 тысяч тонн топлива марки АИ-92 и 10-15 тысяч тонн АИ-95. Напомню, сегодня в Казахстане производством бензина занимаются три нефтеперерабатывающих завода. За пять месяцев этого года предприятия переработали порядка 7 миллионов тонн нефти. Это на 5% больше, чем было в 2018. Рост производства бензина увеличился почти на 14%, что на 30% превышает объемы внутреннего потребления продукции. Кроме того, больше, чем на 13% казахстанцы стали выпускать дистоплива и почти на 300% выросли объемы производства авиакеросина. По итогам последних торгов на косе курс доллара составил 378 тенге 38 тинов. К этому часу у меня все новости. Слово вам, Вера. Спасибо большое, Ирина. Это была Ирина Панфилова с экономическим обзором. Далее мои коллеги расскажут, о чем пишут международные СМИ. Рубрика «Между строк». Федеральное управление гражданской авиации США запретило американским самолетам летать в воздушном пространстве на Даманским и Персидским заливами, контролируемыми Ираном, сообщает телеканал CNBC со ссылкой на твиттер ведомства. Ранее стало известно, что иранские военные сбили американский беспилотник у входа в Персидский залив на юге страны после того, как он нарушил воздушное пространство государства. Сообщается, что ведомство издало чрезвычайный приказ, согласно которому запрещается летать в надводной зоне, контролируемой Тегераном. В связи с усилением военных действий и политической напряженности в регионе, говорится в заявлении Управления гражданской авиации США. Полеты запрещены до получения дальнейших распоряжений. Запрет распространился на всех американских авиаперевозчиков и коммерческих операторов. Позже в СМИ появились сообщения о том, что Дональд Трамп принял решение нанести удар по Ирану в ответ на сбитый беспилотник. Отмечалось, что президент уже утвердил удар по ряду целей, включающих радары и ракетные батареи. Однако позже отменил операцию на начальном этапе, когда самолеты находились в воздухе, корабли были на месте, но ракеты еще не были выпущены. Решение было отложено на неопределенный срок. Число беженцев по всему миру растет и уже достигло новых рекордов, сообщает немецкий журнал «Фокус Онлайн». По данным агентства ООН, к концу прошлого года из-за насилия, конфликтов, преследований или нарушений прав человека были вынуждены бежать и оказались вдали от Родины более 70 миллионов человек. Самое большое бремя понесли не западные страны, где политики сегодня рассуждают о кризисе, который невозможно преодолеть, а бедные страны, на долю которых приходится треть всех переселенцев, сообщает автор. По словам Верховного комиссара ООН по делам беженцев Филиппа Гранди, справиться с проблемой мешает так называемый «кризис солидарности». При этом он похвалил то, как справляется с этой проблемой Германия, призвав другие страны брать с нее пример и вкладывать средства в интеграцию иммигрантов. Германия — это модель, которую другие страны должны копировать. Страна вложила деньги в интеграцию, и это опровергает мнение, что кризис невозможно удержать под контролем, цитирует журнал «Слова Гранди». По данным статистики, из пяти стран, принявших более всего переселенцев, Германия — единственное западное государство. В конце прошлого года там находилось более 1 миллиона людей, получивших статус беженцев. Больше иммигрантов отмечается только в Турции, а также в Пакистане, Уганде и Судане. Как и за год до этого, большинство новых заявлений на получение статуса мигранта зафиксировано в США — около 250 тысяч. На втором месте находится Перу из-за наплыва венесуэльцев, на третьем — Германия. Большинство впервые поданных заявлений на получение статуса мигранта в Германии исходит от сирийцев, иракцев и иранцев, заключает издание. Долгий рабочий день может стать причиной смерти человека. Учёные из Университета Анжеева Франции провели исследование, по итогам которого выяснилось, что люди, работающие по 10 часов в день, имеют повышенный риск инсульта, передаёт Медикал Экспресс. Специалисты проанализировали данные крупномасштабного исследования, в котором приняли участие 143 592 человека в возрасте от 18 до 69 лет. При этом учитывался возраст добровольцев, пол, вредные привычки и продолжительность их трудового дня, говорится в статье. Специалисты рассматривали влияние на здоровье рабочего дня продолжительностью более 10 часов, при условии, что количество таких трудовых дней составляет не менее 50 в год. По итогам исследования учёные заключили следующее. У участников, работавших чрезмерное количество часов, риск инсульта был выше на 29%, а те, кто перерабатывал в течение 10 лет и более, имели на 45% больший риск развития инсульта. Европейский суд общей юрисдикции отказался признавать торговой маркой логотип компании Adidas, передаёт The Guardian со ссылкой на пресс-службу органа. В постановлении отмечается, что эмблема Adidas не содержит достаточных характерных особенностей, которые могут быть защищены в качестве торговой марки. Европейский суд общей юрисдикции подтверждает недействительность торговой марки Adidas, которая состоит из трёх параллельных полос, нанесённых в любом направлении, говорится в документе. Таким образом, суд подтвердил решение Европейского бюро по интеллектуальной собственности, которое в 2016 году отказало производителю одежды в регистрации торговой марки. В бюро отметили, что изображение трёх параллельных полос, ориентированных в любом направлении, не позволяет отличить логотип Adidas от других похожих изображений. Издание напоминает, что причиной судебного разбирательства стал спор между Adidas и бельгийской компанией Shoe Branding Europe, которая использует в качестве эмблемы две параллельные полоски. Спортивный бренд пытался доказать посредством суда, что его логотип – это защищённая торговая марка. Вы смотрите новости, мы продолжаем. Лидер предвыборной гонки за пост главы Кабмина Великобритании Борис Джонсон призвал не бояться выхода страны из Европейского союза без сделки, а сосредоточиться на подготовке Brexit и дальнейшем взаимодействии с ЕС по правилам Северной торговой организации. Также Джонсон уверяет, что стороны смогут договориться об условиях Brexit, частично использовав соглашение, которое согласовало с Брюсселем правительство Терезе Мэй. Однако в Евросоюзе заявили, что достигнутые прямой договоренности пересматривать не будут. В Демократической республике Конго Эбола за год унесла жизни более полутора тысяч человек. Такие цифры озвучили в Министерстве здравоохранения африканской страны. Более двух тысяч жителей заражены, при этом более четверти из них – дети. По словам врачей, от лихорадки умирают каждые два несовершеннолетних из троих заболевших. Смертность среди взрослых еще выше 50%. Вспышка Эболы в ДРК. Вторая по масштабам после эпидемии в Западной Африке в 2013 и 2015 годах. Тогда лихорадка затронула три страны – Гвинею, Сьерра-Леоне и Либерию. Жители индийского штата Тамин-Лад протестуют из-за нехватки питьевой воды. В регионе уже месяц стоит аномальная и рекордная по продолжительности жара. Активисты обвиняют местные власти в том, что они не предпринимают каких-либо радикальных мер, направленных на предотвращение гуманитарной катастрофы. По словам протестующих, правительство лишь надеется на скорое наступление сезона муссонных дождей. В принципе, как и сами жители. Ведь они вынуждены по несколько часов стоять под палящим солнцем в ожидании цистерн с питьевой водой. Их власти привозят из отдаленных районов штата. Заместителя Акима района в Актюбинской области задержали за подстрекательство к даче взятки. Вместе с ним подозревается директор сельской школы. В Туркестанской области задержан разыскиваемый за разбой иностранный гражданин. В розыске он был почти 10 лет. Об этом и многом другом в хронике происшествий далее. Заместителя Акима Муголжарского района задержали сотрудники антикоррупционной службы. Его вместе с директором одной из сельских школ подозревают в подстрекательстве дачи взятки. Незаконное денежное вознаграждение от руководителей районных учреждений образования предназначалось членом комиссии из Министерства образования. 540 тысяч тенге передали заместителю Акима директоры семи школ. В связи с полным признанием вины арест в отношении подозреваемых не применялся. Ведется следствие. В ходе четырехдневного рейда стражи порядка задержали подозреваемого в разбое гражданина Узбекистана, находившегося в розыске с 2009 года. Сейчас ведется работа по экстрадиции преступника на родину. А при проверке группы молодых людей обнаружена сумка с мобильными устройствами без документов. Объяснить происхождение почти 250 телефонов им не удалось. Полицейские устанавливают происхождение сотовых аппаратов. Всего в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Бродяга» выявлено 49 лиц без определенного места жительства, 178 фактов нарушения миграционного законодательства и свыше 180 случаев нарушения порядка в общественных местах. В поселке Косталовка полицейскими остановлена автомашина марки «ВАЗ». За рулем находился житель Жанебегского района Западно-Казахстанской области. При осмотре в багажнике автомобиля обнаружены и изъяты 70 штук сайгачьих рогов. Как отмечают полицейские, это уже третий подобный случай. По данному факту отделом полиции Косталовского района начато досудебное расследование по статье 339 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Это незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения животных и их частями или дериватами. 22-летний житель Уиллского района Актюбинской области утонул во время купания в местном водоеме. По информации департамента по чрезвычайным ситуациям области, всего с начала купального сезона на запрещенных участках погибли 4 человека. Ну а накануне троим мужчинам удалось спасти двух подростков на городском водохранилище. Один из несовершеннолетних, уплыв на приличное расстояние, оказался в яме. Второй бросился вызволять друга, однако тоже оказался в ловушке. В один момент я заметила, что один парень пультыхается, но я поняла, что он не играет, они не играют. Я поняла, что что-то не то происходит. Крикнула супругу, и в этот момент парень начал кричать «помогите». Парни, которые рядом были, они подбежали, вот так вот цепочкой, цепочкой и вытащили. Один в подводу ушел, второй нырнул, его и вытащил. В Таразе упавшая стена бывшего рынка Шахристан насмерть придавила 70-летнюю женщину. Там проводили работы по очистке территории от мусора. Заборы высотой 3 метра случайно задели ковшом погрузчика. Часть обрушенной стены упала на проходящую мимо женщину. От полученных травм она скончалась на месте. Ограждение территории бывшего рынка Шахристан по периметру на начальном этапе проведения строительных работ соответствовало техническим нормам. Семье погибшей оказана полностью помощь в организации похорон подрядной организации. В отношении подрядной организации ведется следственное мероприятие. Женщина с тремя детьми сбилась с пути во время горной прогулки по ущелью Большое Алматинское. Сообщить экстренным службам о своем местонахождении ей удалось по сотовой связи. Спасатели смогли в кратчайшие сроки обнаружить туристов. Оказав пострадавшим доврачебную помощь, семья благополучно была доставлена в безопасное место. В Жамбылской области сгорел КАМАЗ «Груженный Сено». Автомобиль вместе с прицепом двигался по трассе «Ярназар-Оса». Почти за 40 минут огонь уничтожил 800 тюков сена, что составляет 16 тонн. Тушение пожара задействовали 8 спасателей. Пострадавших и погибших нет. Причина возгорания устанавливается. Борьбу с незаконными пассажирскими перевозками объявили в Казаларде. В регионе увеличилось число транспортных средств, занимающихся перевозкой без регистрации в налоговых органах. Они выезжают в рейс не только без надлежащего медицинского освидетельствования, но и элементарного технического контроля. В рамках общереспубликанского оперативно-профилактического мероприятия «Безопасная дорога» полицейские провели рейд, в ходе которого выявили множество нелегальных перевозчиков и отправили на штрафстоянку несколько микроавтобусов. Главная цель оперативно-профилактического мероприятия – предупреждение дорожно-транспортных происшествий. С нарушителями проводится разъяснительная работа. Мы объясняем, что несоблюдение мер безопасности представляет большую опасность для пассажиров. Оперативно-профилактическое мероприятие «Безопасная дорога» продолжается. Жители Петропавловска жалуются на едкий запах гари. Как пояснили в департаменте экологии, смог, окутавший город, образовался из-за систематического самовозгорания мусора на городском полигоне. Как выяснилось, за последние три года областным ведомством проведено шесть проверок деятельности предприятия, отвечающего за утилизацию. Неоднократное несоблюдение технологии при уничтожении твердых бытовых отходов стало причиной распространения неприятного запаха. Руководству товарищества рекомендовали ликвидировать очаг возгорания до 10 июня. Однако свалка до сих пор продолжает гореть. Экологи им подали иск в суд. По словам ответчика, для устранения нарушений им не хватает денег. Теперь компании предстоит выплатить штраф в размере 200. МРП – это 505 тысяч тенге. Слой отходов не уплотняется инертными материалами. У данного предприятия имеется карьер для разработки и получения грунта. Однако, в виду отсутствия финансовых стрессов в предприятии, данная работа не проводится. Также на предприятии отсутствует и специальная техника. Вред наносится окружающей среде очень значительный. Алматинские ученые разработали препараты для диагностики и лечения сложных заболеваний. Об этом заявили на полях международной конференции. Как отметили в Институте ядерной физики, имея сертификат о соответствии стандартам GMP, ученые готовы предложить казахстанским и зарубежным клиникам собственные более эффективные компоненты. Они широко используются для ранней и точной диагностики онкологии, а также проведения радиологии. И спрос на такие препараты растет главным образом на внутреннем рынке. Был план такой, и он сейчас осуществляется, что у нас в Казахстане в каждой области должны быть центры или отделения ядерной медицины, позволяющие нашим казахстанским больным, которые на самом деле у нас же они по квоте лечатся, бесплатно. Поэтому бесплатно проходить как диагностику, так и лечение онкологии современными методами ядерной медицины. Для диагностики практически это сразу, как появляется оборудование, обучаются специалисты, это несколько месяцев, и уже можно запускать диагностическое оборудование. Далее все самое интересное из мира культуры и искусства. Программа «Культвояж» далее. Многообразие камерно-инструментальной ансамблевой музыки представили столичные публики в Театре Астана-Опера. На сцене камерного зала выступили молодые музыканты и лауреаты международных конкурсов. Выразительные полифонические переплетения голосов, тональная перекраска тем, все эти качества сегодня с вдохновением и мастерством продемонстрируют замечательные музыканты и участники сегодняшнего концерта. А это лауреаты международных конкурсов, это выпускники Казахского национального университета искусств, а также Санкт-Петербургской и Московской консерватории. Произведения для ансамблей, включающих в себя сразу и струнные, и духовые инструменты, редко исполняются не только в Казахстане, но и во всем мире. Молодые музыканты подготовили для концерта яркую программу, в которую вошли сразу несколько столичных премьер. Идея этого концерта буквально появилась несколько месяцев назад. Пришла такая идея исполнить неисполняющиеся произведения в нашей столице, в частности в Астана-Опера камерном зале. И вот пришла идея исполнить, я думаю, не побоясь этого слова. Даже в Казахстане, наверное, это произведение не исполнялось. Сексед Данани, там идет в составе струнное трио, валторна, кларнет и рояль. Любовь к музыке и дружба объединила выпускников престижных консерваторий. Сейчас они музыканты Государственного оркестра Академия солистов и солисты театра Астана-Опера. Молодые артисты хотят дальше продолжить свои музыкальные эксперименты и знакомить столичную публику с редко исполняемыми произведениями. Некоторые даже не знали бы, что, например, возможно, валторна, рояль и струнный ансамбль, струнный ансамбль и кларнет в таком виде ансамбле. Всегда же привыкли. Только струнный квинтет или два рояля, да. И хочется что-то новое внести и новый репертуар показать нашим столичным слушателям. Будем часто играть разную музыку. В следующем сезоне, концертном сезоне, планируем сделать актет Шуберта. Там состав тоже струнный квинтет и духовые из восьми человек уже. Будем расширяться и будем радовать публику нашу. В состав еще может войти в актет, еще добавится к нам фагот. 28 июня в столице состоится сольный концерт юного исполнителя Ержана Максима. Организаторы – Министерство культуры и спорта Республики Казахстан и акционерное общество «Казак Авендеры». Генеральным информационным партнером мероприятия выступает агентство «Хабар». Конечно, я волнуюсь. Это мой первый сольный концерт. Признаться, сейчас я очень устаю. Постоянно бегаешь на запись, на репетиции. Сейчас у меня очень много репетиций. Как вы видите, сейчас идет запись. Готовим для слушателей много новых композиций. В концерте примут участие заслуженные деятели Казахстана Улык Пан Жолдасов и Ринат Гайсин, а также звезды отечественной эстрады. Конечно, мы все волнуемся, переживаем. А Ержан волнуется вдвойне. Он же ребенок. Мы с семьей и наши друзья, мы все стараемся его отвлечь, поддержать. В Алматы проходит персональная выставка художника-графика Фатимы Тарази. Экспозиция открылась в Центральном государственном музее Республики Казахстан. Более ста полотен, среди которых особое место занимает серия графических работ в технике автолитографии, казахским народным сказкам и всемирно известному эпосу «Манас». Графика, она как-то организовывает человека, потому что ты же с текстом работаешь. Поэтому ты должен отразить слово, которое, это просто, если смотреть на тексты, это просто буквы, да? Вот вы читаете буквы, но она же несет образ. Кроме того, немалую часть экспозиции заняли эскизы концертных костюмов для звезд казахстанской эстрады. В этих нарядах в 90-х годах блистали Роза Рымбаева, Макпал Жунусова, Айман Мусахаджаева и легендарная группа «Дос Мукасан». В завершении выпуска афиши ближайших событий. 27 июня в Театре имени Лермонтова можно будет увидеть музыкальный спектакль «Зовите меня Джордж». 26 и 27 июня в Театре оперы и балета в Шенкенте пройдет постановка «Кармен». 28 и 29 июня труппа драматического театра в Кокшитау да спектакль «Бейбарыс». И как стало известно к этой минуте, по данным комитета ПУЧС, на круглосуточную горячую линию уже поступило почти 11 тысяч звонков со всей республики. Люди в основном узнают о своих близких, проживающих в Арысе, а также о пунктах эвакуации. Номер телефона «Горячая линия» сейчас вы видите на своих экранах. Фестиваль кинологов впервые прошел в Атерао. В нем участвуют 22 брессированных питомца, сотрудников правоохранительных органов и обычных горожан. Всего же в Центре кинологии областного департамента полиции несут службу 27 собак. По словам специалистов, они незаменимы при поиске наркотиков и взрывчатых веществ. За последние пять месяцев в Атерао с помощью четвероногих раскрыто 237 преступлений. Мы хотели привлечь не только сотрудников правоохранительных органов, но и военнослужащих, но и гражданских лиц, чтобы они могли показать себе свое умение, свою собаку, как они выполняют какие-то другие упражнения. Это было впервые в нашем городе. Решили показать это все, объединить, проявить какой-то праздник, устроить для общества. О том, как будут развиваться события этого дня, покажет Хабар 24. Оставайтесь на нашем канале. Через пару минут вас ждут новости на казахском языке. Не пропустите. Я ненадолго с вами прощаюсь. Хорошего дня. До встречи.